Здравствуйте, уважаемые подписчики издательства «Книжный мир». Приветствую также наших читателей. Нашей студии, наш гость, наш автор, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Станислав, только что мы видели массовые протестные акции в Москве, в других городах. Как мне кажется, впервые они прошли синхронно практически во всех крупных городах России. Мы видели и слышали приговор Алексею Навальному. Скажите, пожалуйста, как вы видите ситуацию эту? Как политтехнолог, политолог, как ученый? Во-первых, конечно, когда политика Алексея Навального, главного политика России, называют блогером, это немножко стыдно, и это похоже на то, что вы хотите какую-то сущность, которая вас пугает, назвать другим именем, и вроде как этого нет. Вы забили человека словами, как это говорили в школе. Безусловно, Навальный – это политик номер один в России, ну или номер два, если мы считаем президента Путина политиком, а не человеком, который стоит как бы над политической ситуацией. Действительно, если мы вспомним, скажем, 90-е годы или 2000-е годы, было масса оппозиционных лидеров, какие-то более непримиримые, какие-то менее непримиримые, а сейчас, на момент 2021 года, мы можем назвать целого одного оппозиционного лидера в России – это Алексей Навальный. Причем парадокс, что это лидер без партии, потому что партию ему не дают зарегистрировать, и это человек, который также не может даже никуда избираться, потому что у него и до физической посадки у него была судимость, которая не дает ему возможность куда-либо баллотироваться. Парадокс нынешней ситуации в том, что если в прошлом многие задавались вопросом, если не Путин, то кто? То сейчас вопрос несколько расширяется, и если вы против Путина, то следующий вопрос, если не Навальный, то кто? Кого вы еще назовете из оппозиционных, протестных и других лидеров, которые, с одной стороны, достаточно известны не только в России, но и за рубежом, и, с другой стороны, те, про которых вы можете предположить, что они действительно рвутся к власти, что они действительно хотят получить власть. Чем, собственно, занимаются настоящие политики? Любой политик, любая политическая партия настоящая, не симулятивная, она хочет добиться власти, максимально получить власть, в данном случае стать президентом России. О каком другом политике вы можете также сказать? Ну, конечно же, мы исключаем такие уже фигуры, которые находятся внутри эстеблишмента, например, станет или не станет Михаил Мишустин преемником, или остались ли еще какие-то политические амбиции у экс-президента и у экс-премьер-министра Медведева. Это уже все-таки история, связанная непосредственно вот даже не с политикой, а с вот такой, если угодно, вертикальной власти российской. А вот вне этого, кто? Какие-то есть новые фигуры, активные в КПРФ? Нет. В ЛДПР? Нет. Вот «Справедливая Россия». Ну вот к «Справедливой России» присоединился писатель Захар Прилепин. Насколько он амбициозен? Наверное, достаточно амбициозен. Хотя интересно вспомнить, что «Справедливая Россия» была единственной партией парламентской, которая на пике еще болотных протестов 2011-2012 года в какой-то момент пришла в Государственную Думу с белыми ленточками. Это был как раз символ такого общедемократического протеста. Правда, очень быстро их головоленточность сдулась, но, во всяком случае, это была единственная партия, которая заявила о себе, как у партии, которая поддерживает общегранские протесты. И, кстати, есть такая мысль, что как раз Захара Прилепина прикомандировали к «Справедливой России» именно для того, чтобы он там какие-то возможные уклонизмы революционные несколько гасил своей харизмой и своей гвардии. Не знаю, насколько она реально эта гвардия или нет, но, во всяком случае, предполагается, что она есть. Так что, действительно, посадка Алексея Навального была, с одной стороны, ожидаемой, а с другой стороны, конечно, динамика протестная сейчас под вопросом, потому что все-таки протестом так или иначе должен иметь каких-то лидеров и какие-то, что называется, координирующие точки. Потому что просто выйти в центр вашего города, особенно если он перекрыт, этим не совсем понятно, чего вы можете добиться. Но, однако же, действительно, интересно, что Алексей Навальный, по большому счету, единственный человек общероссийского масштаба. Если мы не берем, например, Фургала, это история чисто региональной, чисто дальневосточной истории, того политика, который действительно может вывести или сам, или по факту своей суда над собой, вывести людей действительно во всей России. Станислав, скажите, пожалуйста, зачем Алексей Навальный возвращался в Россию, как вы считаете? Если мы предположим, что Алексей Навальный – это человек, который стремится к власти, что Алексей Навальный – это человек, который является политическим животным в таком вот настоящем аристотелевском смысле слова, то он не мог не вернуться. А если бы он был человеком, которому бы хватило роли такого лидера в изгнании, который давал бы комментарии западным и отечественным оппозиционным медиа, сидя где-нибудь в Германии или в Швейцарии или в Лондоне, это был бы уже не Алексей Навальный, это был бы уже Ходорковский. Но зачем нам два Ходорковских? Понятно, что для Алексея Навального действительно власть и действительно борьба за власть – это определенная ценность, это максимальная ценность, ну, после, конечно, ценности семьи. И в этом смысле, конечно же, когда он говорил еще, только выйдя из комы и проходя курс реабилитации в Берлине, что он обязательно вернется в Россию, только поправится, конечно, это еще тогда не была игра. Это та история, которую он посвятил последние, ну, как минимум 10, на самом деле, скорее, 15 лет своей жизни, он не мог не вернуться, потому что вернувшись, и вернувшись, понятно, куда, вернувшись для того, чтобы быть судимым, конечно же, Навальный показал, что его намерения, они не только в блогосфере, они еще и вполне себе в сфере реальной политики. Станислав, скажите, пожалуйста, вот если предположить себе такое развитие событий, прилетает Навальный с супругой в Россию, его никто не задерживает, никаких действий власть не совершает. Более того, проводит он свои прогулки, пожалуйста, ходите, гуляйте. Не лучше ли это сценарий для власти, некое незамечание и более спокойное отношение к этому, ко всему? Мне кажется, что без Росгвардии, ОМОНа, автозаков, как бы меньше бы людей вышло бы на прогулки. Хотелось спросить, вы что хотите, как в Америке? Но если говорить серьезно, то действительно в России, к сожалению, есть такая тенденция, которую мы в гораздо более жестоком, брутальном виде видим в Беларуси, это некая криминализация вне системной политики. Вот если вы не являетесь системным политиком, но при этом пытаетесь играть в политическую игру, то вы уже какой-то подозрительный человек. И вам должны интересоваться не только какие-то структуры в администрации президента, которые занимаются внутренней политикой, а еще и спецслужбы. Мало ли, что-то вы какой-то странный. Почему вы не идете в общем ряду, а почему вы хотите какую-то свою политику вести? Действительно, с точки зрения, скажем так, человека, не связанного с этими структурами, не связанного с бюрократическими вертикалями, конечно же, очевидным образом, ничего страшного не случится абсолютно, чтобы 31-я статья Российской Конституции, которая как раз гарантирует право выходить, пикетировать, митинговать, где хотите, в любое время, чтобы она полностью соблюдалась. Ничего не случится, если люди будут выходить. Опять же, конечно же, должны быть созданы условия для проведения массовых акций, потому что если люди просто выходят на улицу и ходят, и ждут, когда кого-то начнет задерживать полиция, и кто-то начнет этому сопротивляться, это, конечно, картинка может быть для кого-то интересной, но скорее для тех, кто находится по другую сторону экрана и просто на это смотрит. Вообще, настоящие митинги должны проходить со сценой, где выходят спикеры, которые какие-то лозунги произносят, какие-то речи, какие-то принимаются в конце, какой-то общий вердикт и так далее. То есть вот в чем заключается нормальная политическая активность. Если не дают возможности провести такие мероприятия, проходят так называемые несогласованные или незаконные митинги, хотя незаконный митинг – это, конечно, оксюмарон, потому что митинг не может быть незаконным. Это чепуха какая-то. Но мы имеем то, что имеем. Действительно, совершенно ничего страшного не случится. Наоборот, когда люди могут проявить себя в рамках установленных законом правил, ничего страшного, люди выходят, пикетируют что-то, люди создают политические партии, люди участвуют в выборах, люди каким-то образом в том числе себя показывают в блогосфере и так далее. Это все такой нормальный, простой процесс, который, с одной стороны, не нужно криминализировать, а с другой стороны, это, конечно, дополнительную динамику политическую в нашей стране включит. Это будет тоже интересно, что люди, которые хотят каким-то образом себя проявить, они будут находить способы это сделать в рамках как раз политической системы. К тому же аппетит приходит во время еды, и вы не хотели быть депутатом, но как-то вы начали какую-то активность общественную проявлять. У вас это получилось, вас заметила какая-то новая партия, вас рекрутировали, и вот вы уже где-то работаете, а потом станете депутатом. То есть так это происходит. Но это с точки зрения, скажем так, нас, людей, которые не встроены в эти вертикали. Если вы встроены в эту вертикаль, даже если вы считаете, что, скажем, вертикаль милицейскую, к примеру, или вертикаль административную, вы смотрите, и вроде первая ваша мысль такая же, что ну да, пусть пикетируют, почему нет партии зарегистрирования, а почему не зарегистируют Навальному партию, человек, известный в России, главный позиционер, пусть у него будет своя партия, пусть выступают там. Но это ваша первая мысль. А вторая мысль ваша будет такая, а может быть у начальства другая точка зрения. Может быть вот они выйдут на пикет, и кто-то вдруг подерется с полицией, например. Пусть даже никто не пострадает особо сильно, но уже вопросы будут именно к вам. А почему же вы допустили это? Это же страшное дело, когда в 10-тысячном, например, митинге какой-то один человек оказался радикал, который стал драться с полицией. Это же какой-то кошмар, это же просто следующая стадия, это же какая-то гражданская война начинается. Вот у вас тут же такие мысли появляются. Опять же, они у вас появляются не потому, что вы плохой человек, глупый, а потому что вы встроены в эту вертикаль, которая подчиняется определенным внутренним правилам. И ваша задача, когда вы, скажем, бюрократ, я слово бюрократ совершенно без всякого ругательного смысла употребляю. Просто вы встроены в некую вертикаль. Ваша цель не только и не столько сделать так, чтобы в России стало хорошо жить, что в России люди смогли соблюдать, люди могли политически участвовать в жизни страны. Это не ваша цель. Ваша цель сохраниться внутри этой вертикали, чтобы вас не уволили, чтобы вам дали какую-то премию в конце квартала, и потом через какое-то время вас повысили. Вот ваша основная цель. В этом проблема, кстати, любой бюрократии, не только российской, но и в других странах понятное, что вокруг происходит. И поэтому мы видим вот такую странную, такую бюрократическую историю, что, с одной стороны, люди, которые находятся вне бюрократии, в том числе политологи и политические именераторы, говорят, да пожалуйста, почему не проводить митинги, почему не рассказать про партию? Ну, это нормальная история. Но если вы встроены в эту систему, вы тоже начинаете делать лицо, как в известной картине Васи Ложкина Родина слышит и говорит, вы знаете, это ведь все приведет к дестабилизации ситуации, а там же еще есть Запад, это же пятая колонна, вы понимаете, какие страшные вещи? Допустим, мы, если, допустим, какую-то партию к участию в выборах, или если у нас будут массовые согласованные митинги проходить, это же страшное дело, вы не понимаете, это как говорил товарищ Сахов, аполитично рассуждали. То есть, с одной стороны, это вы так думаете, что там демократия, это всего лишь, когда вы приходите за кого-то голосование, и потом дума меняется, меняется устав. Этого, это все поверхностного точки зрения. На самом деле, это же все не так. И у нас вообще, это большая такая наша проблема, опять же, в Беларуси она существеннее выражена, но у нас это тоже она выражена, когда мы любую внутреннюю политическую динамику рассматриваем не с точки зрения наших собственных сограждан, которые что-то хотят, которые получили образование, которые живут в городах, которые хотят, чтобы к ней прислушивались. То есть, эти люди вообще не важны. Важно, что по этому поводу думает Запад. Смотрите, западные все лидеры выступили в поддержку Алексея Навального. Ага, попались, вот оно, оказывается, что. То есть, те люди, которые выступают за честные свободные выборы, за доступ всех политических партий к участию в политическом процессе, это все вообще не важно. Это там либо агенты чьи-то, либо просто какие-то заблудшие овцы. На самом деле, важно то, что Меркель встретилась с Навальным, когда он лечился после отравления в клинике Шерите. Хотя, понятно, что это, конечно, тоже важно. И абы с кем канцлер Меркель, главный человек в Европе, абы с кем Меркель не встречается. Но это одна только из многочисленных сторон той политической динамики, которую мы наблюдаем в нашей стране. Станислав, предлагаю побольше сконцентрироваться на самой фигуре. Кто из мистера Навальный? Мистер Навальный – это человек, который хочет стать президентом Российской Федерации. Таких людей не так много. А это человек, который показывает всей своей публичной деятельностью, начиная как минимум с полотных протестов 2011 года, то есть уже 10 лет практически, что он идет к этой цели, он не скрывается, он собирает вокруг себя сторонников, иногда сторонников больше, иногда сторонников меньше. У него есть группа поддержки, которая то сужается, то расширяется. Это человек, который профессионально занимается политикой. Когда спрашивают, кем работает Навальный, это вопрос несколько бестактный. А кем работал в 1991 году Владимир Жириновский? Или в 1993 году Геннадий Зюганов? Они политики. Политик не должен работать нигде, кроме политики, совершенно очевидным образом. Несмотря на то, что тот же Алексей Навальный, насколько я знаю, в бюрократических документах он значится как то ли индивидуальный предприниматель, то ли человек, оказывающий юридические услуги. Но это понятно, что это все такая отписка. Это как у Бродского спросили, кто Бродский ответил. Я поэт. Когда у него спросили в Советском суде, ну так есть у вас документ подтверждающий, что вы поэт? На что Бродский ответил? Я не знал, что для этого нужен какой-то документ. Вот то же самое относится к Алексею Навальному. Это профессиональный политик. Это политик, который положил на фактически свою жизнь и свободу, положил на достижение своей собственной цели. Это человек, который действительно серьезно менялся в эти годы. Он, конечно, становился гораздо более таким скорее политиком вождистского типа, чем политиком общедемократического типа. Это тоже такая несколько параллель есть в нашей политической реальности. То есть в рамках, скажем, системных политиков. У нас есть Владимир Путин, который находится на вершине, а все остальные на недостигаемой по отношению к нему находятся гораздо ниже по отношению к нему. То же самое относится и к Алексею Навальному. Вот есть Алексей Навальный, такой лидер оппозиции, а все остальные оппозиционные лидеры, они находятся существенно ниже него. То есть там нет каких-то промежуточных ступенек. У них есть либо ступень самая высшая, это либо Владимир Путин в системе российской властной вертикали, либо все остальные, которые находятся, скажем, на десятой ступеньке вниз. То же самое есть Алексей Навальный. Тоже такая достаточно парадоксальная история, и которая еще ждет какого-то своего разрешения, потому что очевидно, что не только Алексей Навальный должен присутствовать в политической, такой вот несистемной, скажем так, сфере России. Конечно, должны другие люди появляться. И опять же, даже с точки зрения той самой бюрократии, про которую мы говорили, совершенно очевидно, что если бы появился еще дополнительный человек, несколько человек, которые бы с одной стороны были оппозиционерами, с другой стороны составляли какую-то конкуренцию Алексею Навальному, то тогда бы уже Навальному и его команде пришлось, что называется, воевать на несколько фронтов. С одной стороны с системой, в широком смысле слова, а с другой стороны с некоторыми конкурентами в оппозиционном лагере. Вот тоже, опять же, с точки зрения нас, которые находятся вне этой битвы, это довольно очевидные вещи, но если бы мы были людьми в рамках вот этих бюрократических вертикалей, мы бы испугались даже доносить до начальства свою точку зрения по этому вопросу. Скажите, пожалуйста, Алексей Навальный в свое время был кандидатом в мэр Москвы и набрал довольно приличный процент. 27 процентов. То есть, вот как это можно соотнести? Власть допускает Навального до выборов в мэр Москвы, крупнейшего города, столице России и через энное количество времени она бросает его за решетку. Многие комментируют, что это вот пресловутая борьба башен. Ваше мнение? Ну, что происходит внутри этих башен, нам неведомо. Мы можем это каким-то косным признаком. Если я правильно, более того, и самого Навального некоторые люди называют фигурой, которая ассоциирована с одной или с другой башней. И тоже здесь такая интересная история, связанная, скорее, с теориями заговора. То есть, когда, скажем, Навальный выпускал расследование против какого-то топового чиновника, который ассоциируется с так называемыми силовиками, тут же говорили, а, понятно, он, значит, работает на либеральную башню. Как только Навальный выпустил видео «Он вам не Димун» про тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, которого ассоциировали с либеральной башней, тут же сказали, «А, все, Навальный, значит, переключился на обслуживание силовиков». Очевидно, что все несколько сложнее, и Навальный, наверное, такая фигура, когда спрашивают, чей проект Навальный. Но, вообще-то, Навальный проект своих папы и мамы. Это совершенно очевидно. А внутри политики, как известно, политика — это искусство возможного, понятно, что он каким-то образом с кем-то когда-то взаимодействовал, и до сих пор взаимодействует. И, понятное дело, что, зная, какая есть за Навальным информационная сила, понятно, что разные люди, в том числе представители разных башен, так называемых, и так далее, понятно, что они хотели бы, по крайней мере, на каком-то этапе, быть его союзниками. Это не значит, что они хотят, чтобы Навальный стал президентом в 2024 году, и когда-то еще нет, просто это, что называют, попутчики. В этом смысле, конечно же, и история с тем, как Алексей Навальный долгое время оставался на свободе, имея две условные судимости, насколько я знаю, это вообще уникальный случай в истории России, но и показывает, что и Навальный непростой политикой, что, разумеется, не блогер. Действительно, интересная была история с его допуском, не только допуском для участия в мэрской кампании 2013 года, но там же, как мы знаем, там несколько есть так называемых фильтров, которые созданы специально для того, чтобы правящая бюрократия не допускала каких-то внешних людей. И там Навальному было необходимо собрать достаточно большой процент подписей муниципальных депутатов, а оппозиционных депутатов было существенно меньше, чем тот минимум, который необходимо было собрать Навальному. И непосредственно мэр Москвы, на тот момент, насколько я помню, исполняющий мэр Москвы, Сергей Собянин дал добро на то, чтобы единороссы, вот те самые единороссы, которые голосуют лесом рук и так далее, которые дали ему вот эти самые недостающие голоса. Почему так произошло? Никто не знает, хотя очевидно, что в данном случае это была, наверное, какая-то история, в том числе и Собянинская, которая хотела показать, что он способен с максимально сильным противником противодействовать в том городе, который, как и все столицы, достаточно оппозиционно настроенный. С другой стороны, опять же, ходят слухи, мы их не можем с вами не подтвердить, не опровергнуть, что Собянин был даже согласен на второй тур. То есть Собянин был согласен, чтобы ему в итоге первого тура он получил, скажем, 49% и уже сойтись с Навальным во втором туре. Но там уже, опять же, по слухам в одной из башен решили, что это уже слишком заигрались люди в демократию, надо все это прекращать, поэтому Сергей Семенович победил в первом туре. То есть в этом смысле говорить о том, какие башни сейчас существуют, какое влияние они оказывают на автоматическую судьбу Навального, мне кажется, не приходится, потому что очевидно, что не Симоновский суд решал замену условных сроков или одного из условных сроков Навального на срок реальный. Понятное дело, что в России есть один человек, который определяет в данном случае такие решения, и это явно не судья московских судов, очевидно, что Навальный это человек, который до конца, чья миссия, если можно так выразиться, не до конца понятна, может быть, только ему самому, но тем людям, которые определяют российскую политику, не до конца понятно, что с этим делать. С одной стороны, Навальный опасен, потому что он, в отличие от ряда других политиков, не симулирует борьбу за власть, а действительно хочет стать властью, он политическое животное. Повторим это снова. А с другой стороны, очевидно, что ведь когда вся оппозиция так или иначе ассоциирована с одним человеком, в этом есть и плюсы, и минусы. Плюсы это некоторая возможность во всяком случае следить за всеми, потому что они встроены в условную Навальновскую вертикальность. С другой стороны, это также опасно, когда один человек получает слишком много такой оппозиционной известности, и на вопрос если не Навальный, то кто, ответа не дается, потому что остается один только Навальный. Это интересная история, но в этом как раз и заключается интерес и привлекательность политики. Настоящая политика не имитационная, это та политика, когда вы не знаете, какая партия победит на следующих выборах на вашем уровне, какой человек станет президентом в следующей каденции и так далее. Как раз таки Навальный, мне кажется, это такой элемент неопределенности в российской политике, потому что все остальные акторы более-менее понятные, более-менее предсказуемые, и мы ведь не ожидаем, что какие-то старые партии КПРФ, ЛДПР или Справедливая Россия или какое-нибудь яблоко что-нибудь выкинут интересное, такое вот предвыборное, и вдруг заявят о том, что они вот готовы наконец-то взять в свои руки управление страной, а вот Навальный это человек, которого вполне это можно ожидать. То есть это такой вполне себе элемент неопределенности в общей государственной нашей системе. Станислав, скажите, пожалуйста, Алексей Навальный оказался в Берлине, в Европе в результате отравления, покушения, по-разному все это трактует, по-разному все это произносит, формулирует, дает оценку этому, но много всяких странностей в этой истории с поездкой в Сибирь. Вот мне кажется, что очень интересно и как-то необычно всплыла одна очень яркая и красивая девушка в этой истории. Вот пару слов на эту тему, если возможно. Да, конечно, Мария Певчих интересный персонаж, безусловно, и загадочный. Это девушка, которую никто не знал до событий отравления Навального, хотя сама команда Навального стала утверждать, что ее знали все и что все знали, что она ведет отдел расследований в фонде борьбы с коррупцией. Мы знаем, что фонд борьбы с коррупцией как раз-таки в последние годы занимается именно расследованиями, которые потом публикуются на ютубе и имеют огромное количество просмотров, некоторые больше миллионов, больше 100 миллионов, как мы знаем. Интересно, как им образом удавалось фонду борьбы с коррупцией скрывать такого яркого и ценного сотрудника и почему сейчас стали говорить о том, что ее на самом деле все знали. Что скрывается за Марии Певчих? Разумеется, я как представитель политической науки, а не детектив. Не знаю, кто она такая, но очевидно, что фонд борьбы с коррупцией Навального несколько менее прозрачная структура, чем многие хотели бы верить и знать. И это тоже некоторые параллели здесь нам высвечивают между фондом борьбы с коррупцией и российским государством в целом. Не все так на показ у Алексея Навального и не все так на показ в фонде борьбы с коррупцией. Опять же, от хорошей ли жизни это сделано, специально ли это сделано, что некоторые сотрудники, причем центральные, как мы понимаем, сотрудники, они оказываются в течение долгого времени неизвестны широкой публике. Вопрос открытый, но очевидно, что Мария Певчих слишком очевидно связана с Великобританией и с Лондоном, чтобы не верить в эту версию. Когда красивая, загадочная девушка оказывается долгое время работавшей в Великобритании, то, конечно нас подмывает предположить, что она связана с британскими спецслужбами. Но мне кажется, если уж мы хотя бы немножко уважаем работу спецслужб, что российских, что британских, мы должны исходить с того, что слишком просто не бывает. И, очевидно, еще много загадок нам удастся в всяком случае прикоснуться к большому количеству загадок даже внутри вот этого самого фонда борьбы с коррупцией и, в принципе, структур Алексея Навального. И, кстати, это тоже, наверное, такой показатель, что Навальный мыслит себя политиком номер один. А у политиков топовых всегда должны быть свои секреты. И, очевидно, что не все мы знаем об Алексея Навального, как не все мы знаем и о его здоровье очевидным образом исходя из тех данных, которые были получены и немецкими исследователями, и шведскими исследователями, и французскими исследователями, которые анализировали биоматериал Алексея Навального, когда он находился в клинике Шаретте, но они показывают, что он был отравлен веществом из группы новичок и огромная неожиданность, что он оказался жив при этом. Что касается российской стороны, то, да, действительно, никто не отрицает, что Алексей Навальный впал в кому, будучи в самолете, летя из Томска в Москву, но дальше история как бы заканчивается. То есть политик номер один в России, молодой и физически активный впал в кому. Такое нечасто бывает, правда? И как бы никто не при делах. Как бы вот, ну, бывают люди впадают в кому, летают, молодой человек, там, сорока с небольшим лет, активный, вдруг впал в кому. И потом почему-то был отправлен в Германию на лечение. Что-то здесь не так, очевидно. Очевидно, что если у вас есть политик номер один в стране, надо за ним следить. И надо, конечно же, давать обществу более подробную информацию, что все-таки случилось. Потому что просто так человек ни с того, ни с сего в кому не впадает. И когда мы слышим или слышали раньше некоторое объяснение того, что да, у него просто был диабет, ему надо было бы Рафаэлку съесть, и все было бы хорошо. А Алексей Навальный, он же не слидет своим здоровьем, он же не знает, что у него диабет, он же вот дурачок, этот Рафаэлка бы съел, и все было в порядке. Ну, это просто стыдно. Стыдно, такое говорит, стыдно, вешает лапшу на уши собственным согражданам. Когда мы говорим про расследование или саморасследование покушения на Алексея Навального, тоже ведь, когда вы скажете, что это все ложь, или это попытка каким-то образом легализовать какую-то информацию, которая получена была западными спецслужбами, возможно. Но с какого момента начинается ложь? Что в этой истории ложь, а что правда? Ложь то, что Навальный впал в кому, а ложь то, что некоторые люди ездили несколько раз и пытались что-то сделать с его вещами. Очевидно, что здесь гораздо больше вопросов, чем ответов. Большое спасибо, Станислав. Скажите, пожалуйста, ваш прогноз. Навальный находится в заключении. Как вы считаете, сохранятся ли протесты, будут развиваться, спадать? Какова будет реакция власти? Жесткая, мягкая? Попытается ли кто-то с кем-то договариваться? Очевидно, что реакция власти на протесты, если мы посмотрим, протесты последних лет, она абсолютно разная. В ряде случаев протесты, в том числе и так называемые несогласованные митинги, они проходят без сучка и задоринки, там присутствует полиция, которая обеспечивает порядок, потом все расходятся и ничего не происходит. В ряде случаев кого-то задерживают, в ряде случаев даже с применением достаточно жестких методов. Поэтому я думаю, что и в дальнейшем мы можем ожидать вот такой вот разнонаправленной, что называется, реакции властей на эти протесты. Очевидным образом, что в верхах есть разная точка зрения на вопрос, как, что делать с Алексеем Навальным дальше, потому что он ведь когда-нибудь выйдет из заключения. Мы не знаем, когда это произойдет, но предполагаем, что так будет и будет также играть активную роль в российской политике. почему бы не выпустить его раньше или наоборот позже. С другой стороны, что делать с протестами? Почему бы не дать возможность, если вы так опасаетесь конкретно Алексея Навального, почему бы не разрешать все эти митинги заявительные и так далее, пусть там выступают другие люди, не Навальный, гораздо менее популярные. Что в этом страшного? И мы здесь снова возвращаемся к той самой дилемме бюрократа, о которой мы уже говорили, что вроде с одной стороны это правильно, полезно и даже, извините за низкий слог даст возможность выпустить пар для людей, а с другой стороны следующая ваша мысль такая, а как бы чего не вышло? Ведь наверняка, когда 100 тысяч человек или даже 10 тысяч человек или даже тысяча человек выходят на какую-то акцию или просто идут на концерт, например, наверняка что-то может произойти, даже любой человек, который был на совершенно не политических мероприятиях, на каких-то круглых столах или на музыкальных концертах или на чем-то еще, бывает кто-то пришел пьяный, кто-то пришел неадекватный, кто-то пришел начинает хамить, то есть даже на таких совершенно не связанных с борьбой за власть на мероприятиях случаются экстезы, для этого существует охрана, которая таких людей выводит, то есть ничего страшного, если на большой протестной акции случится нечто из ряда водоноходящее, ничего страшного в этом нет, потому что как раз таки ровно для этого полиция существует ровно для этого, не для того, чтобы быть приставленной к любому другому гражданину Российской Федерации, который не служит в полиции, нет, как раз таки для того, чтобы в рамках законных мероприятий, чтобы обеспечивать порядок и чтобы в том числе не допускать провокаций, поэтому в данном случае мне кажется, что не принято каких-то окончательных решений относительно того, как взаимодействовать с протестами, опять же, совершенно непонятно, каким образом эти протесты будут функционировать, то есть есть некая белорусская модель, когда существует телеграм-канал нехто, который давал возможность протестующим каким-то образом координироваться, при этом не имея какого-то единого лидера, то есть протест координируется, а лидера, который стоял бы за всем этим, как бы нет. С другой стороны, мы видим, что эти же протесты все-таки имеют тенденцию спадать, потому что когда вы не добиваетесь долгое время одного и того же какого-то результата, которого вы хотите добиться, но при этом и погода не способствует этому, понятно, что вы потихоньку начинаете, опять же, вас периодически ловит милиция и некоторых из вас избивает, что, конечно, совершенно недопустимо. Понятно, что здесь как-то какая-то мотивация выходить снова каждую неделю в течение всей оставшейся жизни, наверное, не совсем интересная мотивация. То же самое относится к истории с Навальным, потому что я хочу напомнить, что когда все-таки по делу Кировлеса было вынесено решение о том, что Навальный все-таки отбывает на реальный срок, это было уже после выборов или до выборов мэра, это было в 2013 году, если я не ошибаюсь, то тогда вышло огромное количество людей, в том числе она вышла в центре Москвы и вокруг Государственной Думы присутствовали люди, и вот после этих активных акций протеста Навальный был выпущен. Правда, потом сказали, что его решили выпустить и до этих акций протеста, но это тоже такая стандартная модель ответов власти, что власть вообще никогда не слушает, что случается в обществе, что случается на улице, и власть как-то действует своим методом, совершенно не обращая внимания на социологию и на то, что происходит на улице. Это, конечно, не так, конечно, любая власть заинтересована в том, чтобы обращать внимание на какие-то протесты, которые происходят, но мы видим, что вот чего-то подобного все-таки пока мы не увидели, потому что Навальному был срок его заключения, срок его был пересмотрен, и из зала сюда он отправился куда-то, куда-то, но он не был отпущен. Очевидно, что нет оснований нас считать, с одной стороны, что протесты резко затихнут, но с другой стороны, пока очевидно, у команды Навального, скажем так, в широком смысле слова, не выработано механизмов, каким образом эти протесты координировать и, собственно, чего требовать помимо освобождения Навального. Большое спасибо, Станислав, за интересную беседу. Мы будем рады любому вашему следующему визиту к нам в студию. Всего доброго, спасибо. До свидания.